привет друзья помните я буквально неделю назад говорил о том что в израиле наконец открылись склады сайта алиэкспресс и теперь товары будут и там много быстрее чем обычно и тот же день я заказал наушники со складов израиля для того чтобы проверить насколько быстро они придут говорили что нож должны прийти в течение от двух до 10 дней но прошло уже порядка недели и духу не слуху о наушниках нету в отслеживании товаров на приложении алиэкспресс написано что наушники вообще должны прийти до 3 сентября при заказе самих наушников было написано что от 4 до 10 дней но в итоге мне кажется что наушники срок от 4 до 10 дней так и не придут ко мне поэтому я считаю что пока что служба доставки даже по самому израилю работать очень плохо и честно я очень расстроен потому что я думал что наконец-то товара будут очень очень быстро ну может быть это связано с тем что склады только открылись и доставка еще не сильно хорошо работает насколько я знаю доставка израиля не очень плохие и долгие надеюсь что в дальнейшем это все исправится закончена моя рабочая ночь отправляюсь домой сейчас стал новостях что террористы опять украшают эскалации насилия и вот так вот мы живем постоянно под угрозами террористов обстреливать города израиля но нам не привыкать у нас сильная армия сильное пво все будет хорошо просто есть такие люди которые пишут играют что это израиль сам начинает насилия израиль страна террорист израиль страна агрессор но как показывает правильный практика это не так что израиль является той страной в сторону которой пускать ракеты и израиль угрожают террористические организации также это не только террористические организации которые находятся в палестине также это и хизбалла ливанская и иран между прочим есть такая террористическая организация как исламский джиад которая напрямую спонсируется ираном кстати у меня уже прошла спина поэтому сейчас сделаю тренировочку небольшую на бицепс и на трицепс круто для того чтобы начать украшать израиль украшать для того чтобы начать террористом украшать израиль и повода не нужен они этот повод придумают сами именно что придумают потому что и никто не дает повода для того чтобы они украшали израилю и начинали обстрелы они сами берут и придумывают то одно то другое поэтому поэтому они называются террористы потому что они сами придумывают себе сами начинают обстреливать и в итоге ничего хорошему это не приводит постоянно чего-то они добиваются от чего сам даже не знаю чего не добиваются вроде им кто-то что-то должен израиль нормальная страна живет себе никого не трогает и все было бы хорошо если бы не было террористов если бы их не было было бы вообще все супер словил себя только что на мысли что время что-то бежит очень очень быстро потому что вроде бы недавно был конец недели прошлый и вот сегодня уже четверг завтра опять конец недели или это мне так кажется из-за график моего работы что я работаю и утром и днем и ночью ну вот не знаю а как у вас восприятие времени напишите в комментариях поделитесь мной или я один такой с таким уж быстрым восприятием времени опять я мою машину мужчину не был неделю поэтому пришло время это сделать красота все теперь едем домой отдыхать и тренироваться все я уже дома потренировался принял душ даже как можете видеть побрился и по моему лет на двадцать помолодел а сейчас я буду завтракать точнее не завтракать это считай мой второй прием пищи за сегодня первый был это перед работой я ел как всегда овсянку вот а сейчас я хочу поесть мясо соскучился за нас точнее мясо я не им практически каждый день но по утрам и обычно ем только овсянку вот так вот у меня получился острый перчик помидорки шерри листья турки я яичница здесь сырок и отбивные всем кто сейчас кушает приятного аппетита отдыхаю смотрю сейчас криосана не сейчас выживать на необитаемом острове сейчас заодно пойду сделать себе кофейку для меня это рекорд я сегодня кофе не пил еще это что-то странное обычно я сразу просыпаюсь и поведу кофе а тут опа кофе не пил это будет мой первый прием кофе за сегодня на этот раз я вас не буду брать делать свой кофе потому что вы это видели сто раз и вам это наверно уже надоело поэтому скоро вернусь свяжу сейчас читаю новости и пишу что еще на твердой российская организация которая последнем противостоянии не хотела принимать участие но на этот раз возвела ракетный пояс вдоль всей границы и еще что угроза реальная террористическая организация хамас разместила по периметру границы половину своего ракетного потенциала который приводится в действие дистанционно из единого пульта пусковые установки бритвы в землю и замаскированы под поля именно из этого места будут осуществляться массированные обстрелы в случае очередного военного столкновения и атак в сторону израиля да друзья сейчас за новостями действительно очень интересно наблюдать потому что каждый день то что там каждый день каждый час каждую минуту что-то меняется и неизвестно что будет в итоге поэтому я каждый день слежу за новостями и каждый вечер я сижу перед телевизором в ожидании полного выпуска новостей за целый день чтобы посмотреть что происходит и будет происходить и к чему быть готовым да сразу видно что я и насти люди которые работают и которых времени не хватает ни на что посмотрите что я обнаружил видите вот это вот что это такое это пыль которую надо убрать и которую я сейчас буду убирать вот я как увидел чуть оборот не упал сколько пыли здесь ужас сейчас буду это все убирать жить в израиле то значит пропадать постоянно на работе все готово все убрано все чистенько это круто теперь я включил себе вот такой вот пара водителя или как он называется вот какой красивый кстати заказывал с алиэкспресса видео вы можете найти у меня на канале с ним вот такую кейпскую лампу включил и сейчас что буду делать сейчас хочу немного расслабиться поиграть в компьютер отдохнуть а затем какую игрушку сейчас буду играть если кто знает спайдер мейнер мастер вот классно штука игрушка хорошая да не смотря на то что мне 34 года я люблю поиграть в игрушки компьютерные и также люблю гаджеты марвел спайдер мэн продолжаем ну что буду играть с вами увидимся чуть позже жиру находиться в квартире закрытыми окнами и при включенных таких маленьких источниках света это настоящий кайф кто думает также как я поддерживайте меня лайком а где люди которые живут узрали спасибо что досмотрел до конца если ты еще не подписан самое время подписаться поставить лайки все поставьте лайки написать комментарии нажать колокольчик и наслаждаться дальнейшим моими влогами пока пока